На плясовце у 40 километрах от Гомеля гектар вырубки. Отповедно с международными экологичными нормами, минавито так, про спирагной сталые драунины, повинен з'явиться новый урадливый пласт. Одночасовый новый лес, а лесопосадками на этой дзялянцы займаются супрацовники комитета дзялш-контролю. Мы узнали, как лес садится, попробовали это не только на словах, но и надеялись, что это довольно напряженный труд. Одновременно поможем нашим работникам леса приумножить наше богатство. Поэтому хорошо, что мы рады и довольны, что поучаствовали в этой акции и принесли пользу нашей республике, нашим детям, нашим внукам. Еще недавно на этом месте узвышались 100-годовые сосны. То, что посаджено зараз, а это коля 7 тысяч саженцев, уже у нашим внукам да и правнукам будет. Про сгоды тут и хвоя, и дуб, и берозы поднимутся. На невеликой отлеглости еще одна посадочная плясовка. Учатыры разы больше за попереднюю. Тут працавало коля-пау сотни человек. Представники администрации зон отчужения и отселения, инспекции оховы живельного и рослинного свету, областного комитета природных ресурсов и оховы новокольного осяродя. Мы с вами дышим кислородом. Один из основных источников производства кислорода или фотосинтеза природы – это производная кислорода. Без кислорода нет жизни на земле, никому. Лес поглощает углекислый газ, идет процесс фотосинтеза и образование кислорода. Одно дерево, но есть такие расчетные данные, одно дерево кормит кислородом три человека на планете. В 12 лесницах только Гомельского лесгаса на агульной площади у 470 гектаров за минулый тыдень было посаджано больше за 3 миллионы саджанцев каштовных пород со специального питомника. Виталь Довгий, Дмитрий Радзянко, телерадио компания «Гомель». Субтитры создавал DimaTorzok